Наше паломничество по Святой Земле начинается с вершины горы Елеон. Здесь, в последней четверти XIX века, усердием настоятеля русской духовной миссии, архимандрита Антонина Капустина и многих благотворителей, построен русский православный Спасовознесенский монастырь. Православная обитель на этом месте существовала в первые века христианства и была разрушена в 614 году во время персидского нашествия. Архимандрит Антонин хотел основать на Елеоне мужской монастырь, но для него не нашлось насилия. И по сей день Спасовознесенский монастырь – это женское обитие. Сестры заботливо ухаживают за монастырскими садами и прекрасными цветниками. Сестры заботливы ухаживают за монастырскими садами и прекрасными странами. Замечательностью обители и всего Иерусалима является высокая стройная колокольня, которую по традиции называют русской свечой. Слева от входа в Вознесенский собор находится камень, где по преданию стояла Пресвятая Богородица в момент Вознесения Христа. Отпечаток на камне – это стопочка Богородицы. В 1924 году завершилось строительство часовни во имя усекновения честной главы Иоанна Предтечи. По преданию, именно тут была обретена эта святыня. По преданию, именно тут была сраж하다 в Вознесении Христа. В часовне сохранился мозаичный пол Византийской церкви V-VI века. Субтитры создавал DimaTorzok Из Спаса Вознесенского монастыря наш путь лежал к месту Вознесения Христа, где с ранних христианских времен стоял храм. Разрушенный персами и восстановленный крестоносцами, храм с XIII века принадлежит мусульманам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С горы Елеон открывается широкая панорама Иерусалима с его средневековыми стенами, храмом Гроба Господня, золоченым куполом мечети Амара и современными зданиями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалина спускаемся к храму Успения Пресвятой Богородицы, где была ее гробница. Церковь эта очень древняя. Построена она в V веке и реконструирована крестоносцами в XII веке. В храме находятся гробницы родителей Девы Марии, святых Иакима и Анны, а также ее нареченного супруга Иосифа Обручника. Субтитры создавал DimaTorzok Подземный храм имеет крестообразную форму. Небольшую мраморную кувуклию с гробницей Богородицы освещает лампады и свечи на 24 серебряных подсвечниках. В паломнике благоговины поклоняются святыне. Субтитры создавал DimaTorzok Особенно почитается образ Пресвятой Богородицы Иерусалимской, написанный в русских традициях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok